Гость из итальянских регионов Эмилия Романья неупершеннюю на Гомельщине, но связывая несколько десяти годов тесных гуманитарных отношений. Пошлось все после авары на Чарнобыльской АЭС. Итальянцы организовали доброчинную программу по оздоровлению детей из потерпелых районов. Я надеянчая и сенья, да прикладу выхованцы улоковской допоможной школы-интерната, что угодно ведут Италию в летние месяцы. Дети, имеющие умеренную интеллектуальную недостаточность, приглашаются ежегодно на оздоровление. И целый месяц находятся в Италии на протяжении июля в разных регионах. Поэтому мы очень благодарны и организаторам этого проекта, и всем небезразличным жителям Италии. За межой их обследуют медицинские специалисты, выники досылают у Гомель. Были выпадки, когда итальянцы находили у детей тяжкое изначальное захворование. Непосредное лечение проводили на Гомельщине. Сегодня тут, в школе-интернате, научаются 115 детей, 90 из их сироты. Один научебный предмет, по яким выпускники установят экзамен, это працовное научание. Для хлопчиков организована столярная справа и слясарная. Для девочек – швейное мастерство и садовненство за городницей. Удельный вес часов трудового обучения очень большой. По-перше, предмет дает лечебный эффект. По-другому, выпускники могут связать свой далейший лёд с этими профессиями. Такие эдукационные подыходы итальянцы оценили по заслугах. Иншая справа – медицина. Для знакомства с методами лечения особливых детей делегация наведала Гомельскую областную психиатричную больницу. У отделения для неполнолетних зараз находится 38 пациентов. С ними працуют разностаенные специалисты, и после курса лечения дети вертаются до родных. Подчас наведывания больницы замежных гостей текавила как медицинская практика наших урачов, так и организация повседённых обыд у маленьких пациентов и их занятки в вольный час. Но сегодня речь уже идёт о том, чтобы обменяться опытом в целом в теме психиатрии, несмотря на то, что на законодательном уровне существуют некоторые особенности и некоторые различия. Мы выходим на другой уровень – это стажировки, это обмен нашими специалистами, поскольку это очень востребовано и интересно обоим сторонам. Разом с тем у Центра Уваги всё-таки застаются дети. Новые программы супрационничества будут стыдчаться темы захования детского здоровья. Разом с тем протягнутся и былие проекти, которые стали подмурком для развития сегодняшнего витка в наших межрегиональных отношениях. Евгения Кухарона, Кихар Марысченко, телерадио «Кампания Гомель».